Читать книги о том, как перестать страдать фигнёй, это тоже своего рода метод страдать фигнёй. Итак, вот мой день. Просыпаюсь я сложно и медленно. У меня плотно закрытые шторки, поэтому в комнате всегда темно, как в пещере. Наш организм устроен так, что чтобы проснуться, нужно получить прям вспышку в лицо света. Поэтому первым делом я хватаю телефон и, конечно же, залезаю в интернет. И здесь вот опасно. Нужно всегда быть начеку с гипно-жабой интернета. Тель-2 дает бонусы? Отлично. Киркоров украл песню, а я и не знал. Ёж, научился снимать блокировку телефона отпечатком лапки. Что за ерунда? Так что дальше? Как сделать портал в Мадагаскар в Майнкрафт? Боже мой, всё! Вот на этом моменте я научился говорить тебе, так, стоп, всё, куда? Уходим отсюда куда-нибудь. А ну давай, вставай, вставай. Пойду пописаю. До вечера спальня. Вообще утро самое важное, я считаю. Его надо начинать правильно. Я включаю музыку. Потом высовываюсь из окна и дышу по специальной японской технологии. Вдыхайте, выдыхайте. Заполняю лёгкие свежим воздухом, выпускаю старый воздух. После делаю гимнастику с упором на прогиб. А вот после гимнастики пью два стакана больших воды. Два, обязательно, чтобы 0,7. Потом съедаю фрукт. Во фруктах содержатся энзимы, которые очень полезны для желудка. И с них лучше начинать утро. После душ. Его я сначала принимаю тёплый, приятный. Потом холодный, ужасный. Это здорово меня бодрит и заряжает на весь день. И теперь я готов тушить пожары. Я считаю пустой тратой времени готовить еду с утра самому. Первые три часа дня, по мне, должны уходить на самое главное дело. Это сценарий. Поэтому я иду вот сюда. Работай большими кусками. Самое сложное, это включиться в полезное дело. Начать. Дело в том, что ваш мозг противится и пытается придумать другие занятия. Вместо того, чтобы сконцентрироваться. Ему хочется быстренько что-нибудь отвлечься. Что-нибудь посмотреть, что-нибудь такое. Опа, нифига себе. И получить инъекцию гормона удовлетворения. Дофамина. Я это знаю, поэтому первые 30 минут я просто терплю. Но я обманул мозг. Я даю ему дофамин. Пью кофе и жую в основном кашу. Здесь пирожные, но на самом деле кашу нужно есть. А потом все как по наладиной. А недавно я узнал, что так делали многие успешные люди. Дарвин, Диккенс, Моцарт, Набоков. Честно, ребят, я сам до этого допер. О, какое счастье. Ну да. У меня было бы счастье, да? Хорошего вам дня. Но вернемся к пожарам. Я не составляю списки, а тупо беру самое горячее дельце и начинаю его делать. Всегда есть дело, которое нужно тупо сделать и все. Поэтому, когда ты видишь, что где-то пожар, нужно начать его тушить. А все остальное на это время отложить. В общем, когда ты понимаешь, что где-то подгорает, нужно доставать свой шланг и тушить скорее. Не дай себя оккупировать. На съемках особые правила. Вообще, когда ты работаешь с другими людьми, особенно когда ты делаешь что-то прикольное, ну, творческое такое, тут же находится человек, которому непременно надо подойти к себе и пошутить. Яна, это что, 3D-телескоп, что ли? Да нет, это обычный телескоп, мы просто скетчи снимаем про 3D-телескоп. Информацию все для выпусков, это ты сам все находишь? Ну, нет, иногда мне помогает Андрей, а кто-то помогает. Ну, наверное, это очень сложно, да? Ну, сложно иногда, мы друг другу помогаем. Ну, я бы так не смогла, конечно. Не смогла бы? Угу. Андрей тоже думал, что так не сможет, но смог. А ты знаешь, что прокладки придумали во время Второй мировой войны? Да, знаю. А может выпуск про этот снимешь? У меня уже есть про этот выпуск. Ой, прикольно. Да. Знаю, да. Алло. С такими людьми я стараюсь не говорить. Этим людям кажется, что если работа приносит удовольствие, то значит на ней обязательно все страдают херней. И они пытаются превратить работу в праздник. Тишина и выполнение задач. Все остальное тратит время, деньги и жизнь впустую. И знаете, что еще не тратит время впустую? Это поддержка любимого человека или друга. Благодаря которой ты можешь вот странным образом стать в этой жизни кем-то. Просто благодаря поддержке этого человека. Ну, я знаю. Многие из вас не имеют любимого человека. Ну, не суждено. Ну, не получается. Черствую вы. Черствую. Может быть не хотите вы дружить. Вы мало говорите. Никто вас не слушает. Сидите вы всем в темноте. Никто вас даже не замечает. И друзей у вас нет, которые готовы вам помочь в любую секунду. Не волнуйтесь. Они появятся. У меня их тоже сразу не было. Совсем скоро они придут. Да и вообще. И без них можно обойтись. Они помогают только словом. А нам-то нужно дело, ребята. Делом. Помочь нам нужно. Кто нас поддержит делом? Я знаю, кто нас поддержит делом. Теледва нас поддержит делом. Музыку играешь ты. Пожалуйста, у тебя будет сертификат на билеты на любой музыкальный фестиваль или концерт в 2017 году. На такси кататься любишь ты. Пожалуйста, у тебя будет сертификат на 50 бесплатных поездок на такси. И еще куча разных ништяков. А всего лишь нужно зарегистрироваться на сайте. Ссылку я оставлю в описании. Так что вы не одиноки, друзья мои. С вами в любом случае я. И сегодня я для вас открыл немножко своих секретов. С которыми я мало с кем делюсь. Ну и, пожалуй, самое главное правило. Это делать из полезных вещей привычки. И соблюдать их каждый день. Надеюсь, вы станете чуть более успешными. Пока. Ребят, многим из вас обязательно пригодятся эти советы по жизни. И было бы здорово, если бы вы просто поставили лайк. И я буду очень рад, если вы подпишитесь на мой ВК и Инстаграм. Спасибо, ребят. И до скорых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok